Скажите, кто читал книгу «1984»? О, отлично. То есть мы по мотивам этой книги решили сделать доклад. Актуальный. Актуальный, да. Значит, о чем вообще мы будем говорить? Кто-то видел этот доклад на J-Point? Процентов 30 будет другие, поэтому сразу я предупреждаю. Значит, смотрите, идея в следующем. Очень часто появляется какая-то новая технология, которая становится модной. Люди сразу тянут ее в продакшн и не пытаются разобраться, вообще надо им это или не надо. Поэтому мы решили пойти от обратного. У нас есть определенный кейс с определенной проблемой. Мы эту проблему пытаемся решить сами, без того, чтобы мы начинаем использовать технологию. Для того, чтобы разобраться, как вообще эта проблема должна решаться. После того, как мы начинаем понимать нюансы этого решения, после этого мы делаем следующий шаг и начинаем пытаться взять какое-то решение из коробки. Окей, давайте рассмотрим, какая у нас есть ситуация, какая у нас есть проблема. У нас будет три микросервиса. Первый микросервис называется Почтальон Печкин. И Почтальон Печкин посылает неограниченное количество писем. То есть этот микросервис работает дико быстро. Потому что люди пишут письма, и, соответственно, он их должен доставлять. Людей очень много. Писем посылается очень много, он работает очень быстро. Но все письма должны проходить через другой микросервис, который их анализирует, сканирует, проверяет, смотрит, о чем там идет речь. То есть может быть есть какой-то персонаж, который вроде хороший и добрый академик, а на самом деле ему в письме пишут о том, что ему пришлет посылку, а в посылке будет ружье, он пойдет убивать президента. Поэтому, естественно, все письма должны проходить через этого большого брата. Большой брат должен их дешифровывать, потому что в письмах могут быть зашифрованы какие-то секретные сообщения. Естественно, алгоритм, который занимается дешифровкой, он работает намного медленнее, чем Почтальон Печкин, который с неограниченной скоростью посылает эти письма. И после этого у нас есть агент Смит, задача которого уже после того, как письмо дешифровали, раскодировали, всю секретную информацию оттуда вытащили, если она там была, задача агента Смита принять решение, человека надо арестовывать или это письмо можно сильно доставить заказчику и все. Окей? Вот брат у нас нервничает, нервничает, в конечном итоге его там либо посадят, либо не посадят. Вот такая у нас архитектура. Когда мы пытались это делать на обычном REST template, вообще ничем не заморачиваясь, то естественно, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что первый микросервис работает очень быстро, и второй микросервис заваливает письмами. Он начинает дико тормозить, и надо с этим что-то делать. Что, Кирилл, мы с этим сделали? Мы научили сервисы реагировать друг на друга, и как бы вот они на самом деле все вместе пытаются выполнить роль какого-то ужесточения, контроля. Раз, 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 вот так. Когда дышу, у меня тоже получается слышно. Ладно, в общем, они все начинают ужесточать режим в нашей стране, вот эти три микросервиса, три замечательные персоны, и реагировать на, собственно, действия друг друга. То есть когда Печкин через REST template посылает большому брату свои письма для того, чтобы тот их там раскодировал, расшифровал и отправил дальше, происходит какой-то вот такой код, потом он говорит, слушай, я больше не могу, дай мне еще N писем, и больше не надо. Вот N писем могу, больше не давай. И у них контракт такой, что один говорит 100 писем, тот ему 100 писем отсылает, потому что Печкинов много, больших братьев мало, но они хотят следить за всем. И все бы хорошо, но потом появляется третий, четвертый, пятый сервис, но в нашей модели только три. И каждый предыдущему говорит, дай мне еще 100, дай мне еще 200, или сколько-то этих писем. А когда он говорит, соответственно, когда агент Смит говорит большому брату, дай 100 писем, он говорит Печкину, дай 100 писем. И, короче, вот такая цепочка из различных REST вызовов, и каждый раз это новый вызов, он не очень частый, но достаточно дорогой, потому что нужно каждый раз коннекшн устанавливать, потому что KPLI держать на такое не очень выгодно. И получается, в общем, у вас смерть через REST template, когда вызов на вызове на вызове, и есть бизнес-логика, и еще куча вот таких мелких метаданных, которые вам нужно передать для того, чтобы весь этот процесс обеспечить. Это достаточно неприятный процесс, который хочется как-то генерализировать и делать быстро. Причем, опять же, вначале у нас было все достаточно неплохо. Опять же, мы на прошлом докладе как раз рассказывали, как мы пытались написать какой-то кастумный стартер, который это решит. Кому будет интересно, можете посмотреть, мы там про него подробнее рассказываем. Сейчас я просто в двух словах объясню, как это работало. То есть до того, как мы вообще что-то пытались сделать, то, естественно, у нас приходило намного больше писем на второй микросервис, чем он мог обработать. Это все накапливалось на буферах тамката, мы это никак не могли контролировать. Для того, чтобы это начать контролировать, мы прикрутили какой-то экзекьютор-сервис, чтобы мы могли как-то это контролировать, но это все равно не решило проблему, потому что посылается быстрее, чем обрабатывается. И тогда идея была в том, что мы прикрутим какой-то кастумный стартер. Почему мы решили логику, которая будет замедлять предыдущий микросервис, вынести в стартер? Потому что она как бы повторяется по всей цепочке. У нас цепочка может быть очень длинная, и почти каждому микросервису нужно как-то контролировать предыдущий, который к нему посылает, для того, чтобы он не слал, сколько попало, а чтобы тот, который хочет получить, он ему говорит request n. Соответственно, мы это все вынесли в стартер, и на простой архитектуре это оказалось идеальное решение, все так очень просто. В стартере можно в application.yaml прописать эндпойнты, на которые он должен сообщать, сколько писем еще создавать, прикручиваешь стартер к каждому микросервису, прописываешь эти эндпойнты, вроде все работает. Но это было здорово, когда это было между двумя микросервисами. Когда стала длинная цепочка, а потом мы еще подумали о том, что действительно может быть очень много разных контроллеров с этими REST-ами, и, короче, это начался такой вот ад, действительно, как вы видите на этой картинке. Но мы уже более-менее поняли специфику проблемы и решили перейти на то, чтобы использовать… С какой технологией мы решили начать? А, меня слишком громко слышно. Но в среде у нас нормально слышно. Окей. Ну так что мы будем пробовать брать для этого дела? Да, сначала мы попробуем понять вообще, что у нас тормозит и что выполняет полезную нагрузку. Как сказал Женя, мы всю полезную нагрузку, которую медленно вынесли в некоторый трэдпул, ну просто вот модель у нас такая. И в каждом сервисе есть свой трэдпул, который мониторится. У него есть очередь, как положено, и воркер. То есть у нас в каждом есть сколько-то трэдов, и у каждого есть очередь, в которую можно таску положить, когда все трэды наши заняты. Ну и мы измеряем скорость поступления этих сообщений. Скорость измеряется, ну, средняя за минуту, да, там скользящая средняя. Но поэтому она немножко, собственно, имеет некоторую инерцию. Но вот на этот дашборд мы будем смотреть для того, чтобы понять, какая у нас сейчас ситуация. Понятно, что ко всему этому мы пришли через долгий путь. Да, через долгий путь, и не все можно промониторить этим дашбордом. Да, например, если у вас в том кресте закончились тупо коннекшены, то мы там этого не увидим. Эти кейсы мы не рассматриваем. Мы рассматриваем именно кейс того, что у нас есть полезная нагрузка, которую выполняет ThreadPool, мы его мониторим. И рассчитываем на то, что узкого места у нас нету между нашими сервисами. По крайней мере, в количестве ресурсов, которые обеспечивают коннекцию между ними. Итак, в прошлый раз это закончилось тем, что мы показали весь этот пример, и вот такие дашбордики у нас были. Тут видно, что в этой ситуации у нас есть, ThreadPool бывает занят, бывает не занят до конца. Давай, может быть, писать про метрики, которые здесь вот написаны. То есть что такое Speed, Buffers, Worker, тут не все совсем очевидно. Печкин сервис, на первом блоке, Печкин сервис у нас генерирует три письма. Давай сначала про колонки. Speed там, естественно, чем больше, тем лучше. То есть это количество, сколько мы успеваем сделать работы. И вот сразу видно, что первый микросервис, он делает больше работы, чем второй. То есть если на верхнюю табличку смотреть, у него 3.66, а у Big Brother 0.72. Первый обгоняет. А последний вообще отдыхает. Ну, он был выключен на этом этапе. Потому что мы между первым и вторым пытались сначала решить проблему, чтобы понять лучше, как это работает. Вторая – это у нас количество свободных буферов. То есть у нас есть 100 буферов и 100 из 100 свободных. И последнее – это количество фредов, которые задействованы в каждом микросервисе. Соответственно, опять же, сколько и скольки. То есть поскольку первый микросервис работает и так дико быстро, ему никакой фредпул был не нужен, поэтому у него, соответственно, всего максимум может быть один поток. А уже второму мы там настроили 8, третьему настроили там потом 2, ну и так далее. Ну, то есть идеальная ситуация, когда скорость по всем сервисам одинаковая, она как-то устаканилась. И при этом она максимальная, максимальная значит, что все воркеры работают. Они не простаивают, они все работают. То есть на первых двух у нас ситуация не очень, потому что, во-первых, скорость не одинаковая, а во-вторых, явно недозагруженность наших трудов. То есть можно больше обрабатывать. А в последнем случае у нас ситуация плохая, потому что, кажется, она приведет к некоторым проблемам, потому что скорость Печкина больше, чем сервис Big Brother, которому эти письма впихиваются. При этом ThreadPool уже занят, и очередь этого ThreadPool начинает заканчиваться. То есть еще 53 сообщения ему сверху придет, и пойдут rejects. То есть нам некуда будет положить новую работу. То есть придет новое письмо, мы его отложим в очередь, а очередь бах, и закончилась. И это письмо мы как бы потеряем. Ну, либо выкинем в Печкина обратно, а он дальше уже будет решать, что с ним делать. То есть стратегий много. И это все нас приводит к тому, что вот есть некоторая push-and-pull модель, в которой у нас на каждом нашем консюмере и продюсере есть некоторый пул, есть некоторая очередь, которая сглаживает определенные ситуации, когда наших воркеров не хватает, а всегда есть какие-то ресурсы, пускай это и достаточно простая модель в нашем случае. То есть мы отсылаем какие-то данные, они оседают на буфере, тот, кто делает полезную работу, забирает ее, и, собственно, потом этот буфер очищает. Так же работает томкет, да, у него только там в случае ресурсов это коннекшены, это различные его пулы и так далее. То есть они тоже как-то заполняются, они тоже могут быть отложены, исполняются потом и так далее. У нас в нашем случае, мы говорим о флаксе, понятно, что модель исполнения не томкетовская, но мы к этому не будем придираться, потому что, в принципе, для нас это не важно. Для нас сейчас важно построить вот такой пайплайн и оптимизировать его для того, чтобы количество писем было более-менее одинаковым, да, и никто у нас не захлебнулся в потоке этих писем. Ну окей, ну так что, попробуем написать тогда в флакс? Нет, давайте для начала генерируем задачи, и мы уже приняли один подход. Сейчас мы с вами сделаем небольшой proof of concept для того, чтобы понять прошлые ошибки и найти инструмент, с которым можно решать это эффективно. Все уже знают про project reactor, про активное программирование. Вот как бы, ну, почему бы не взять и не попробовать, да, вот реализовать все это там, и он от нас скроет все вот эти буферы, все вот эти сглаживания нагрузки, и весь вот этот request N, да, который должен проходить по цепочке и делать все как бы хорошо. Ну то есть, грубо говоря, мы хотим какую-то систему, которая будет нам давать backpressure из коробки, для того, чтобы проверить, дает ли нам project react все это из коробки. Мы сейчас просто в тесте сделаем proof of concept и посмотрим, если это как бы нам поможет потом на продакшене сделать то же самое. У вас бывало такое в жизни, что proof of concept написали, все отлично, а в продакшен вынесли вообще не так. Так, всем видно? Вот у нас такого никогда не бывало, и мы думаем, что как бы так и не будет. Будет все хорошо. Ну попробуем. Нам бар ускал, типа, все будет хорошо. Вот мы ночью сидели, писали proof of concept, все будет хорошо. Поехали. В общем, у нас есть три наших персонажа, большой брат, Печкин и Смит. Ну то есть как бы вот давайте попробуем что-нибудь с помощью них симулировать на project reactor и как это будет вообще выглядеть. Ну сделаем как бы какой-то простой тест, в котором у нас там show me magic. Соответственно, первым делом мы создаем всех этих трех ребят для того, чтобы они у нас хорошо поработали, что в общем-то вполне логично. То есть мы их делаем, копируем, еще раз копируем, создаем. Ну в общем, типичная работа, которой занимается Java-разработчик. Все, уже как бы много работы проделано, теперь нужно понять, что с этим делать. То есть наш Печкин должен сгенерировать какой-то поток писем. То есть мы говорим ему дай нам письма. Ну сделаем этот метод. Create метод. Мы уже упомянули про project reactor. Там есть такая штука, как flux. То есть flux — это некоторый поток писем, в который имитятся новые сообщения. В нашем случае это будут объекты писем. Вот у нас уже есть со спишу с e-mail. Вот есть какой-то подозрительный e-mail, с которым мы будем работать. Хоть что-то не оборвался. Вот так вот. Соответственно, и мы должны сгенерировать этот поток писем. Так как это все-таки демка, сгенерировать, мы самым понятным для нас способом, есть метод generate, который все это делает. И вот таким образом мы сейчас нагенерируем наших писем. Вот. Next object new со спишу с e-mail. Все. Вот больше нам ничего не нужно, в принципе. Ну разве что вернуть. Ничего не будет. Ничего хорошего не будет. Кто не знаком совсем с концепцией флагса, можете так плюс-минус представлять, что это стримы. Да. Очень все похоже. Мы потом покажем, что это было в нашем старом оперативном коде, когда мы писали без project reactor и с помощью spring MVC. Ну это условно был while true, который как-то куда-то что-то отправлял. Но здесь стоит вопрос, с какой скоростью вообще вся эта шняга работает. К этому мы сейчас вернемся. Давайте к нашему в концепт вернемся. Вот у нас есть этот флагс. Дальше мы должны передать его дальше. То есть мы должны сказать, а теперь отдай его вот соответственно большому брату, а он там ну типа как-то там проанализирует, да, анализ. Вот. Создадим метод анализ у него. Вот у нас есть, ну не так сложно, давайте попроще. Соответственно, у нас будет здесь флагс и здесь будет уже анализ email на выходе, а на входе все те же самые подозрительные email. Вот у нас есть наш флагс. Мы должны условно как-то его проанализировать, ну не будем заморачиваться как. Просто вот return new, что у нас там, при анализе email. Вот, в общем-то, это вся полезная работа, которую он должен сделать, но мы же как-то эмулируем всю эту работу, поэтому нам нужно сказать, что оно долго работает, да, или еще что-то. То есть для начала мы скажем, что это у нас как минимум наш большой брат, да, большой брат. И то же самое мы сделаем с нашим Печкиным. Мы скажем, что, ну, чтобы он логировался нормально, что это у нас Печкин, что это Почтальон Печкин. И так, да, он у нас так не захочет работать, потому что скажет, что у него java rank object. Окей. Скажем здесь, что у нас вот так вот. Ну, к сожалению, java не настолько умный и не смогла тип вывести. Все, после лога. Окей. Дальше мы должны сказать, что он может долго работать. Замедлить надо. Что вот там, предположим, сделаем это самым гандовым способом и скажем, что вот это там поспи, не знаю, сколько-то секунд, да. Он не такой медленный, но, предположим, 50 миллисекунд он все это дело обрабатывает. Да, вот все, вот так вот мы сделаем. Чтобы эмулировать какую-то работу. И для того, чтобы это работало отдельно от других сервисов и они не шли одним потоком, мы скажем, что тут еще нужно сделать еще одно. Да, может так сначала запустим, потом прикрутим его. Чтобы было лучше. Хорошо. Как бы остался у нас последний чувак, последний в нашей цепочке. Это агент СМИТ, который производит карательные действия над теми, кто пишет письма, очевидно. Неприятные люди. Ну, давайте, типа, React for, среагировать на что-то. Он тоже у нас должен что-то вернуть. А что он должен вернуть? Реакшн должен вернуть. Реакшн for email. Наказать, запретить еще что-нибудь. Это с React не связано? Да. Он, в принципе, делает все ровно то же самое. То есть мы тоже ставим у него лог и говорим, что это у нас СМИТ, чтобы мы видели, что происходит. Мы делаем какую-то полезную работу. В нашем случае мы создаем суперполезный объект и вот он у нас уходит. Ну и, конечно же, мы должны симулировать, что мы делали это очень долго, потому что работа простая, но платят нам все-таки за что-то другое. Поэтому мы скажем, что мы поспим. Ну, в этот раз, не знаю, ну, давайте поподольше. Все-таки это более ответственная работа. Полсекунды поспим. Соответственно, вроде похоже на правду. Давайте смотреть, что из этого вышло. То есть запустим. А, еще не запустим. У нас все, наверное, взлетится. Вот так. Теперь мы просто вызовем блок блок last и увидим, что происходит. Соответственно, сейчас у нас должны появиться какие-то логии, и вся эта система должна генерировать эти письма с какой-то скоростью. Вот, собственно, вопрос. Missing return statement. Он говорит, да, я действительно ничего не вернул. Нет, если бы это был Kotlin, мне return не нужно было писать. Так что это не Kotlin. Вот. Смотрим, что происходит. Несмотря на то, что идея говорит, что кто-то там про Kotlin, вот у нас пошли какие-то сообщения. Видно, что идут они не очень быстро. Вы помните, да, что мы хотим проверить? То есть мы хотим проверить, что у нас есть back pressure, потому что Печкин генерит как ни в себя эти сообщения, а следующие работают медленнее, потому что они спят. Но при этом мы хотим видеть, что как бы это все как-то сбалансируется, затормозится, и как бы никакие письма не пропадут. Что просто кто-то будет этого Печкина подтормаживать, но на самом деле далеко ходить не нужно. Они генерируются скоростью раз в полсекунды, как мы как раз и выставляли в самом медленном нашем сервисе. Но выполняются они все на одном потоке. То есть они на самом деле сейчас зависят друг от друга. И этот поток, в котором мы запускаем приложение, все они последовательно. Это совершенно неинтересно, потому что мы пытаемся симулировать ситуацию, в которой они хоть... То есть мы сейчас только что доказали, что back pressure на одном потоке у нас действительно работает. Вопрос, что будет, если мы сейчас прикрутим экзекьютор сервис, у нас будет разное количество потоков на разных частях системы. Сможет ли тогда Project React это все сбалансировать? Да, и тут мы говорим, что тоже у нас, естественно, есть некоторый... Так, это стоит у нас мид, да, ну у него, предположим, будет два потока. То есть этот метод у нас просто генерирует просто экзекьютор, чтобы... А что это за похер-хелпер? Покер-хелпер. Да. А вот там есть экзекьютор сервисы, а то мигкаунтер. То есть это нам все сейчас понадобится для того, чтобы как-то следить за тем, как это работает. То есть мы сказали, выполняй всю полезную работу на вот этом Трэдпуле. И такую штуку мы, в принципе, в каждого сейчас с вами запихнем, чтобы можно было все это дело как-то наблюдать. Оп, и сюда запихали. То есть только назовем его Печкин. Печкин. И последний у нас смит. Да, соответственно, в него мы уже запихали. Значит, большой брат. Значит, большого брата сейчас тоже мы все добавим. И у нас это будет мигбро. Соответственно, запускаем. Теперь смотрим, что… Здесь тут у тебя два фреда. Сколько ты поставил на… О, да. Давай на Большом брате поставим четыре. А на Печкине поставим один. Ну, как бы он генирует, ему там много не нужно. Смотрим, что у нас получилось теперь. И мы должны увидеть картину, в которой они стали как минимум независимы. То есть они должны исполнять полезную работу на разных потоках. Вот мы видим, что вот агент Смит работает, а все остальные почему-то нет. Вот тут Печкин поработал. А Большой брат где-то посередине застрял. Что? Имя неправильное. Да, возможно. Да, действительно. У него имя неправильное. Ну, в общем, вот. Давай заодно, может быть, каунтер прикрутим сразу, чтобы было видно. Как вот замерить, что у нас система не имеет долгов? То есть, что действительно ничего никуда не теряется. Очень просто, да? Мы делаем статический каунтер. И тот, кто посылает письма, накручивает этот каунтер. Кто-то обрабатывает его, скручивает обратно. И мы все время будем выводить его на экран, чтобы увидеть, как растет наш долг. Ну, как бы самым тупым способом нас сейчас, в принципе, это не сильно интересует. Но какую-то примерную картинку мы получим, даже если она будет не совсем, например, корректной. Ну, а здесь мы это дело выведем. То есть, у нас есть там south. И напишем, сколько у нас сейчас этот каунтер. Плюс там, POG helper, каунтер. Наш каунтер. И здесь мы его задекрементим. То есть, у нас генератор будет его все время увеличивать, а каунтер будет все время уменьшать. Давайте смотреть, что у нас получилось, как минимум. В идеале, где-то число должно быть, как бы, фруктурировать только на нуля. Но мы видим, что тут достаточно большие значения. И видим, что вначале у нас улетел вот этот самый request unbounded. И request 256 два раза. Откуда берется такая цифра 256? Давайте разбираться. Вроде не настраивали, сколько? Да, что происходит? Потому что у нас каунтер вот здесь 244, а в конце вот уже 400. То есть, он снова уменьшается, и он явно снова увеличится. То есть, у нас есть какой-то, как Женя говорил, это backpressure. Есть реакция на то, что нам посылают достаточно много сообщений, а мы в ответ посылаем, условно, команду, давай нам поменьше. Просто путем того, что говорим, сколько дать. Окей. Это, предположим, работает. Но какая же плохая ситуация? Давайте попробуем ее ссимулировать. Это тоже интересно. И поможет нам понять вообще, зачем это все нужно. Можно вот здесь вот воткнуться на самом деле и сказать, что don't subscribe, получить наш subscription и сказать в нем, сколько нам нужно. То есть, мы можем сказать здесь, ну, много можем сказать. Можем вот очень много сказать. И это важно, потому что на самом деле, на самом деле, вот эти цифры, которые мы видели с вами в логе, вот эти 256 и unbounded. Откуда они взялись? Блокласт условно делает подписку вот на этот наш стрим, и он просит, ну, сколько, ну, очень много, да, вот он посылает long max value. После него идет кто? После него идет вот наш агент Smith. Он, у него нету никаких явных request n, но publish on преобразует наш стрим немного в другой, потому что он заставляет исполняться его на другом потоке. И у него есть как раз вот эти самые методики, того, сколько в эти потоки можно понапихать. И он по умолчанию делает request 256, то есть наш бесконечный запрос, да, дай нам максимально много, уже превратился в 256 и полетел дальше по стриму. Или выше по стриму, как правильно, я не знаю. Дальше, соответственно, тоже такая же ситуация. У нас с большим братом, здесь тоже есть паблишон, и он тоже 256 отправляет. Да, ну, а с Печкиным просто, у него такого нет, потому что он никому не отправляет, он просто генерирует на самом деле это все дело, и никаких вопросов у него не возникает. Соответственно, можно попробовать здесь сделать некоторый хак, да, то есть в этом паблишоне мы скажем, что так этот параметр нам просто, чтобы показать ошибку нужен, последнее его число будет говорить, сколько мы запрашиваем, да, то есть мы сейчас поставили 8 с вами, вот видите, 8. Потому что если мы не стали скоком, просил столько, сколько в буфер может влезть, соответственно, да, 256? 256 это дефолтное значение, которое совпадает со значением буфера. Мы сейчас поставили 8, и смотрим, что произошло. Вот, агент Смит… То есть тут надо как бы снизу вверх, получается, читать, самого последнего, кто подписался. Да, потому что с обратной стороны собирается, получается. То есть наш агент Смит попросил 256, потом наш большой брат попросил 8, пошел процесс, пошел процесс, и бах-бах, какой-то cancel, что-то случилось не так. И мы видим, что он говорит, что Q is full. То есть это Q, это как раз та штука, которая генирует эти сообщения. Почему так случилось? Случилось так просто по причине того, что мы воткнулись с вами в нашем тесте и сказали, что независимости от того, что попросил большой брат, дай нам long max value. А печки у нас генируют с любой скоростью, с большой скоростью, скажем так. И вместо того, чтобы дать 8, как его попросили, он дал максимум. Соответственно, с максимальной скоростью начало давать сообщение, они все прилетели в большого брата, а у него буфер всего 8. Это не тот, большой брат. То есть у него буфер гораздо меньше. То есть мы сказали 8, префеч, и буфер, несмотря на то, что префеч маленький, там буфер другого размера, но оно все равно не влезло, потому что начало выдаваться с большой скоростью. И вот, собственно, у нас выпал exception. Ничего хорошего в этом нет. Но нам же так делать не нужно. Да, но мы как-то не злобные буратино и не будем себе вредить. Поэтому вот это нам не нужно, и мы просто запускали. А я знаю, зачем это было нужно. Когда мы делаем prove of concept, нам обязательно надо что-то сломать. Чтобы когда мы отдадим prove of concept, мы скажем, а мы знаем, как это можно сломать, но мы так делать не будем. Потому что теперь мы зато отлично поняли, как это работает. То есть если вот таких хаков не делать, то получается у нас есть backpressure из коробки, все кьюшка не переполняется, все тормозится, можно помыть и в продакшн. Ну и последний момент перед продакшном, который нужно обратить внимание, который мы будем обращать дальше, это, собственно, этот request. Мы видели, что он исполняется в начале, но он у нас будет исполняться и дальше. Где он там? Request. Что-то не то, не то, сколько. Не ищет. Ладно, вот. Request 6. Там было 8, а здесь 6. И видно, что проходит какое-то количество сообщений. Тут снова 6. И вот это число, наш каунтер, но он тут будет фруктурировать вокруг каких-то значений. Он постоянно вот тут 40. Накрутился. Потом снова скрутился. Вот скручивается, скрут. Нет, накручивается. 72. Мы декременты ему вообще сделали. Сделали просто у тебя. Это упало же раньше. Да, ну ладно, да. Выключило раньше. И он по 6. По 6, потому что он по умолчанию начинает послать этот request, когда 75% буфера заполнено на еще 75% буфера. Вот, собственно, и все. Поэтому 6. То есть это 75% от 8. Если бы там было 64, то он бы как бы 48 посылал. Ну, поставили 8, чтобы побыстрее увидеть эти числа. С этим окей? Идем дальше? Давай в production. Так, теперь в production. Собственно, давайте, уже рассказали, вот примерно так это все у вас работает. Не будем застряться. Для тех, кто будет читать презентажку оффлайн скорее. Вот. Project Reactor. Показали. Работает. Хорошо. А как в production? Ну, все знают, что есть еще WebFlux. Что там тот же самый Project Reactor, и мы прямо из нашего RES-контроллера можем вернуть WebFlux и радоваться жизни. Казалось бы, да, что все, в этот раз мы сделаем все нормально, сразу реактивно, сразу классно. Вместо Tomcat у нас будет Netty, Jetty, Andertown, там, что хотите. В принципе, и с Tomcat можно флакс возвращать, если постараться. Там тоже есть в сервере 4 WebAsync. Но не суть важная. И подключается это достаточно просто. То есть у нас был StarterWeb, StarterWebFlux. Единственное, что со SpringA2.2 у вас не будет Restemplate там вообще, и даже если вы попробуете заинжекить Restemplate Builder, он как бы exception кинет. Ну, вместо этого… То есть тут та же самая система, только как бы, ну, там был Restemplate, и, соответственно, был Restemplate Builder, чтобы построить. Тут у нас WebClient, и WebClient Builder, чтобы его построить. Этот принимает стрингу, которая JSON, а это принимает Flux в бати. Да, и с помощью этих штук мы как бы на самом деле вытащим наш Flux между сервисами. То есть у нас как бы есть сервис, есть HTTP между ними и другой сервис. И он как бы один возвращает Flux, другой принимает Flux, и кажется, что раз это все есть, то оно должно работать. Ну, единственное, что наш LetterGenerator немножко изменится. Давайте перейдем в код и посмотрим, как это все выглядит. То есть оно сейчас у нас выглядит как-то вот так. Вот. Ой. Так, сорян. Сейчас, сейчас, сейчас. Не туда ушли. Так, WebFlux. Старт. Отлично. Force Checkout. Это нам не нужно. Раньше у нас был совершенно обратный подход. У нас был на сервисе Печкина метод, который говорит отдай письмо, и у нас, соответственно, был стартер, при помощи которого следующий Big Brother мог дергать этот метод и говорить дай письмо. А сейчас у нас нету такого дай письмо, возьми письмо, у нас просто настроен флакс между ними. Ну, по крайней мере, то, что мы сейчас хотим сделать, после того, как вы поняли, что вукон запработает. То есть старая семантика нашего клиента была простая. То есть был while true, мы получали рандомное письмо, да, вот, типа, random letter, и потом через rest template отправляли его в наш сервис. Ну, ни к чему хорошему это не перейдет, потому что контролировать такой процесс реально сложно, потому что они вызывают разные endpoints, при увеличении количества сервисов и endpoints, в которых нужно делать вот такую обратную связь, ну, как бы, сложность приложения возрастает. Сложно, да? Ну, тем более, что, как мы видим, что работу за нас уже сделали. Поэтому давайте мы все это... Что? Утерсокет. Ну, и ладно, утерсокет — это для внимательных. Соответственно, что мы делаем? Как мы уже говорили, есть веб-клайн, да, то есть нам нужно в наш сервис добавить некоторый веб-клайн. То есть мы говорим веб-клайн, как мы уже отмечали на слайдах, нужно билдер, да, делать. Вот у нас есть билдер. С этим билдером мы что сделаем? Мы сделаем его примерно вот так. Скажем, что у нас BL is URL, ну, как обычно делают на продакшене, да, 80, 81, вот он готов, а билд разве что нужно сделать, и сказать, что, ну, у нас теперь это field, да, это вот веб-клайн, веб-клайн. С его помощью мы сможем запушить наш флакс и попробуем это сделать. То есть наш, на самом деле, продюсер уже умеет генерировать флакс. То есть мы заранее написали, вот тот же самый код, который мы с вами писали только что в нашем бруфов-концепте. Ничего тут, никакой магии нет. Попробуем его отправить. Как это делается? Наш веб-клайн, мы делаем пост, пост-запрос или что? Давайте разберемся. Давайте в наш контроллер перейдем. Мы же в баде будем пихать что-то, поэтому... Раньше был пост. Ну, логично, что мы снова должны пост. Только у нас должен тип поменяться. Если раньше это был там типа application.json, то теперь должен быть какой-то streaming.json, что-то такое, да? RequestBody не забудь поставить. Да, requestBody это важно, потому что, ну, вот сколько мы эту демку делаем, всегда я забываю requestBody поставить, ничего не работает, и мы долго думаем, почему. И этот consumes. Так, value, consumes, consumes. Consumes, соответственно, у нас есть media type, и тут нужно поставить streaming, что есть application.json, streamValue, да? Вот вся магия. Принимаем теперь мы уже letter не так, потому что letter это у нас flux, то есть мы должны его как-то обработать. И, ну, как обрабатываем? Просто можно don-next сделать, да? Don-next и здесь decoder, decoder, decoder. Тут на самом деле есть два варианта, как мы можем обрабатывать полученные нами сообщения. Первый вариант, то есть поскольку flux это типа alistream API, это такой pipeline, на который можно накрутить разные всякие операции типа map, filter, flatmap и так далее, то можно делать трансформацию, прямо на самом flux. Второй вариант, сделать это на subscriber, потому что flux не будет работать, это холодный stream, пока мы при помощи терминальной операции subscribe не прикрутим какого-то subscriber. И, соответственно, дальше на самом subscriber, на его методе on-next тоже можно делать какие-то трансформации. То есть, соответственно, если у нас есть много subscriber, и у каждого есть какая-то своя отдельная логика, но при этом есть какая-то общая трансформация, которую нужно сделать для всех, то эту логику можно сделать на самом flux, а потом каждый subscriber с этим будет продолжать, как он хочет. Поскольку в нашем случае у нас subscriber все равно только один, и нам на самом деле он по факту даже не совсем нужен, то есть нам надо просто терминальную операцию эту прикрутить, то мы можем делать самую трансформацию на flux, что мы в принципе делать и будем. Да, ну, как бы на самом деле on-next все равно делается в каком-то из потоков, но об этом мы еще поговорим. И это не будет работать, пока вы в любом случае не вызовете метод subscribe. Или, да, в случае, например, веб-флагса уже предусмотрено, ну, какие-то красивости можно сделать вот так, например, и вернуть здесь, там, и вернуть значение там monavoid, например, да, то есть мы сделаем вот такой код, и оно тоже будет работать. Но subscribe и возвращение важно. Почему? Сейчас мы на слайдах еще на самом деле объясним. Пока остановимся на том, что мы сделали какой-то код. Вот наш endpoint называется letter, это post-mapping. Теперь мы знаем, что сюда вписать. Это у нас обычный URI, здесь у нас letters, и нам какой-то body сюда нужно поставить. Ну, как бы понятно, что этот body у нас уже есть. У нас есть наш продюсер letter, letter, flags. Вот он, он есть. Ну, давайте заодно в него добавим скорость, с которой оно генируется. Так, а почему он не является? do on next. Вот он, do on next. И у нас есть некоторый инкремент, да, то есть counter, соответственно, в который у нас при увеличении будет считать на нашем дашборде скорость. Это вот то, что нам на самом деле нужно. Единственное, что здесь нужно указать тип, потому что, ну, его вывести невозможно, вы там во своем флагсе можете вернуть чего угодно. Ну, по крайней мере, в случае Java. Дальше мы вызываем метод exchange. Здесь мы добавляем, что мы отсылаем, по каким типам. Ну, вот, как бы все. Те же самые application stream, JSON и stream JSON, который у нас был в нашем контроле. И тут тоже subscribe. Да, и тут нужно не забыть тоже сделать subscribe. Ну, и давайте что-нибудь напечатаем, потому что, ну, наверное, это достаточно, достаточно важно. То есть, get, там, status code. Чего? Не хочет status code. Status code. Все. То есть, у нас вот так клиент выглядит сейчас вот в самом простом, в первом приближении как-то так. Контроллер выглядит как-то так. Почему он такой? Почему тот такой? Давайте сначала запустим, а потом будем уже обсуждать, потому что оно еще и не работает. Что, в общем, достаточно вероятно, потому что не всегда получается... Ой, нет, 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 сервис. Запустим. Так, ты мне, агент смит, нам пока не нужен. Вот эти два парня нам нужны. То есть, сначала запустим вот этого. Что-то не хочет запускаться. Вот, запускается. Вот. Ну, запустил сначала клиент. Это на самом деле плохо, потому что мы с вами забыли сделать такую важную штуку, такую важную штуку, которая называется reconnect. То есть, что у нас сейчас произойдет? Приложение стартанет, создастся веб-клиент, попробует установить соединение, сделать запросы и свалится, потому что у нас наш сервер еще не включен. Для того, чтобы это работало, понятно, что нужно сделать некоторый ретрай. То есть, у нас есть... Не буду писать долго. Вот так. То есть, есть некоторый ретрай, который будет делать большое количество раз ретрай, если оно свалилось, и наш сервер еще не включен. Потом, если не удалось, он 200 миллисекунд... Через 200 миллисекунд это повторит, ну и будет увеличивать вплоть до двух секунд, чтобы как бы троттлить как-то нагрузку. Поэтому сейчас у нас ничего не случилось, потому что он там, скорее всего, просто отвалился. Попробуем. Перезапустить его и увидеть какой-то результат. Сейчас он запускается. Вот. А пока он запускается... Нет, он запустился почти. Ну вот. Давайте посмотрим на дашборд, потому что мы там ничего в принципе не логировали. Видно, что у нас... Да, кстати. Вот так вот видно. Можно, в принципе, опустить, ну ладно. Видно, что сейчас у нас Печкин генирует сообщения со скоростью 600 сообщений, скажем так, в секунду, и получается, что большой брат их никак не консумит. Видно, что там 0,60. Но это начинает падать. Скорость начинает падать. То есть наш Proof-Concept Production тоже работает. Я правильно понимаю? Что-то там явно есть. Я напоминаю, что это все-таки среднее значение за минуту, и оно сейчас будет разгоняться, сходиться, расходиться и так далее. Но, в принципе, тут одно сообщение в секунду. Тут 500. Где остальные, условно? И первое, что приходит на самом деле в голову, это, наверное, то, что все-таки что-то с ними не так, и как минимум что-то не так, что у нас вот эта операция в нашем контроллере. Если код не видно, вы говорите, а то я плохо вижу, что там. Наш декодер работает достаточно долго. Вот он тут по полсекунды тоже, на самом деле, по секунде где-то стоит в зависимости от настроек. И поэтому здесь у нас такой маленький РПС. И поэтому у нас, помните, был ThreadPool. Соответственно, давайте все это дело… Можно я сделаю предположение? То есть, во-первых, мы видим, что все-таки backpressure у нас типа вроде как бы есть. То есть в начале вылетела дикая скорость, вылетели письма. Но в какой-то момент все-таки на начале балансировался, стало тормозить. То есть возникает действительно вопрос, а куда пропали все те письма, которые вылетели с этой дикой скоростью. И мы будем надеяться, что кто-то о нас позаботился и где-то они там спрятались и потом в конце их все-таки разгребут. Ну и вроде есть backpressure из коробки, потому что скорость все-таки падает. Вот скажи, если я правильно понимаю. Да, что-то там явно есть. Скорость почему-то падает и выравнивается. Потому что есть backpressure. Мы же как бы это в Proof of Concept где-то еще доказали. Какой-то точно есть, да. Другое дело, что сейчас потоки мы никаким не понимаем. Я вот только не понимаю, почему один поток у нас используется в Worker. То есть у нас Big Brother, давай ему прикрутим какой-то этот экзекьютор сервис тоже, чтобы он разгребал. Быстрее эти письма. Да, давай. Соответственно, ну тут... Ой, не то. Ладно. Соответственно, что нам нужно для этого сделать? У нас есть flatmap, который нужно замапить какую-то полезную какую-то полезную нагружку. В нашем случае это вот decoder, decode letter. И сказать, что он должен исполняться у нас на subscribe on. То есть он должен... Не видно вам. Вот так. Subscribe on на каком-то потоке. То есть у нас есть threadpool-экзекьютор, и мы здесь сделаем schedulers from executor. И вот заранее заготовлен наш экзекьютор, который мониторится у нас там автоматом. Ну и сюда его впихнем. И таким образом, в принципе, у нас теперь эта вся нагрузка будет исполняться на нашем threadpool. Ну, в нашем дистрибьюторе тоже можно сделать то же самое, чтобы у него отображалось. У него всего один поток. Это, наверное, просто не так интересно. Но, тем не менее, тоже можем сделать примерно такую же операцию. Scheduler's from executor и здесь там типа executor, lateral executor. Вот. Все как бы, да. Ну, это такая чисто формальная операция, там у нас нет никаких проблем. Теперь мы можем перезапустить наши сервисы. Вот они, наши сервисы. И посмотреть, что будет. Они вообще перезапускаются. Вот, не зря. Это еще медленнее было. Когда мы это показывали на джейпойнте, вот сейчас это начало падать. И это как бы раскрыло тайну, что на самом деле никакого бэкпрезера из коробки у нас нету в том виде, в котором мы хотели. А сейчас это, по-моему, падать не будет. Да, сейчас вот оно работает, никаких признаков подозрительных не... А, оно еще не запустилось. Поэтому никаких подозрительных признаков нет. Пока оно просто ждет. А что же прошло между джейпойнтом и джокером? Знаете, что изменилось? Новая версия вышла вон эти. И у спринга. И у спринга вышла новая версия. Что-то страшное у нас случилось, на самом деле, в нашем контроллере. Ну, как бы... Не, ну, вроде все работает. Таски у нас фейлятся, на самом деле. То есть наш контроллер... Таски фейлятся, но мы же как бы ожидаем упасть на out of memory. Да, concurrency level, кстати. Так, subscribe on, flat map, запятая. Наш экзекьютор. Flat map вторым параметром принимает... Ну, давайте вот плюс один сделаем, наверняка. И перезапустим нашего большого брата. Кто там такой совет отдельный дал? Да, кукана. Ну да, Олег. Если есть вопросы, можно еще Олегу задавать по реактору. Он любит на них отвечать. Смотрим, что у нас происходит дальше. Мы его перезапустили. Вот теперь никаких подозрительных на сервере у нас махинаций нету. Смотрим, что у нас происходит здесь. Здесь опять большая скорость. Все потоки заняты, они работают. РПС вырос в 8 раз на Big Brother, потому что под нашим третпуле 8 потоков. Но скорость как-то сходится или не сходится? Я не понимаю. Она тоже начинает забедляться. То есть у нас вроде как бы все вообще отлично. Все, можно этот продакшен уже клиенту помыть. А вот увеличилось. Было 491, стало 494. Мне кажется, она менее. А вот снова 500. Что такое? На самом деле, если немножко подробнее посмотреть, то мы увидим, что здесь есть какие-то подозрительные connection has been closed before response. То есть это на клиенте, это не на сервере. А на сервере все хорошо. Когда была прошлая демка, у нас на сервере был out of memory. Что было логично? Сейчас все хорошо. Давай объясним, почему был out of memory, почему на самом деле он и сейчас должен быть, а потом мы будем разбираться, куда пропал out of memory. Да, ну давайте сначала. Мы написали с вами контроллер, в котором обязательно нужно что-то вернуть, иначе у нас случится close connection незамедлительно. Потому что так код работает. Когда у вас был синхронный, к вам приходил уже растерилизованный объект, вы возвращали значение, потом возвращали его, и все было хорошо, не было никаких проблем. Сейчас логика более сложная. Вам пришел connection, вам нужно в него что-то записать, а потом что-то еще записать, а потом что-то еще прочитать. Но, к сожалению, в HTTP, после того, как вы начали считывать, вы не можете сначала записать ответ, а потом продолжить, соответственно, что-то читать. Так вот оно устроено. И получается, что в нашем случае вот этот флакс, он такой односторонний. Не будем, у нас времени достаточно мало. Вот примерно так, скажем так, он у нас собирается. Тут вопросов нет, мы все это смотрели с вами на нашем примере. В принципе, можно было сделать subscribe, вернуть моно какой-то, там never, чтобы никогда наш connection не закрывался. Можно было вернуть еще что-то, что просто не будет on-complete посылать, и наше соединение будет висеть, и наш печкин будет вкушивать нам эти самые письма. Главное, чтобы вот этот респонс не прилетел, и мы продолжали спокойно считывать какие-то данные. Если же будет моно-on-complete, то как бы вот просто connection закрывается. Если у вас есть какая-то последовательность во флаксе, то это тоже нормально. Можно флакс в одну сторону, да, там типа 100 элементов, и 100 элементов в другую сторону. Тут никакой проблем нет, для этого нужно именно флакс возвращать. В нашем случае мы этого не делали. И показалось, что мы сделали самый простой пример. В нем даже был какой-то backpressure, мы это видели, что цифры там какие-то были, ну, у меня немножко другие. Так и не ответили людям, куда пропали письма. Да, вот вроде сделали в флакс, да, вроде как в нашем Proof of Concept, но что-то не так, короче, да, вот что-то подозрительно. И помним, что у нас был реквест, да, в нашем Proof of Concept был реквест с количеством запросов, которые мы можем еще принять. Здесь же у нас такой роскоши нет, и у нас будут другие части. Тебя нас засудят за сексизм, за вот это вот. За что? А, ну да, да, сейчас, все, чувиха. Ну, как бы, неважно кто, там, в общем, вы можете послать какое-то количество, вот как мы делали с нашим Proof of Concept. Кажется, что у нас в прошлый раз падал South of Memory, теперь нет. Все эти письма в любом случае где-то должны сесть, а седают они на буферах. И помним, что их у нас достаточно много, потому что у нас есть Netty, даже не так, у нас есть наш клиент, который отправляет. Вот смотрим на сервере. Наши письма приходят на сервер. Первое, что они попадают, они попадают в какие-то там бейтбуфера, сокет, системы. Потом у нас есть наше приложение, которое из сокета вычитывает эти данные и кладет, соответственно, свои дативные бейтбуфера. То есть это в нашем случае Netty, и реактор Netty это как-то делает. И вот где-то там наши письма застряли, но оно же там не может вечно копиться, правильно? Должно когда-то упасть с памятью. И вот у нас сначала была ситуация с dualnext, когда у нас вот так вот было. Когда у нас был один фред, потом мы это распараллелили. Да, мы распараллелили, и процесс вот этого схождения, он замедлился. То есть раньше у нас скорость падала за счет того, что какой-то backpressure был. И наш клиент начинал медленнее впушивать. То есть мы это видели на наших цифрах. Потом мы с вами сделали thread pool, и оно реально замедлилось. Вот такой код какой-то мы с вами написали, оно замедлилось. Почему? И где письма? И почему нет out of memory? Давайте последовательно. Где письма? То есть когда срабатывает backpressure? Backpressure срабатывает, когда в нашем случае это TCP backpressure, там чего греха таить, это не связано с реактором, это просто чисто TCP flow control. Он работает, когда у нас в нашем условном буфере системном есть какие-то данные, они не разгребаются. Система сама перестает запрашивать, с другими параметрами играет с TCP-шными, но смысл в том, что заставляет клиент TCP-шный посылать меньше данных, медленнее их, точнее, посылать, замедляться. И в итоге, соответственно, он замедляется, мы читаем медленно, он у нас оседает в каких-то ченнел-буферах Netty, и оседает, и оседает, и оседает, пока есть память. А потом должен был случиться директ-буфере memory, потому что Netty их кладет в нативные буферы. Да, я, может, в двух словах попытаюсь это немножко просто объяснить. Значит, смотрите, пока у нас была, пока не было фред-пула на Big Brother, у нас, получается, была одна единственная синхронная операция, и получалось, что когда буфера переполнялись, то есть там буферов много, они наполнялись долго, поэтому какое-то время мы видели, что он шлет как не в себя этот Печкин, но в какой-то момент буфера наполняются, и дальше происходит вот это вот торможение из TCP. Как только мы прикрутили фред-пул, то, опять же, я сейчас возвращаюсь к докладу джеймпоинта, потому что тут, на самом деле, действительно, эксепшн, который раньше вылетал, он был намного более очевидный, чем то, что сейчас стало происходить. Сейчас ничего не происходит. Да, сейчас ничего просто не происходит, просто коннекшн отваливается, потом новый коннекшн переключается. Но это на клиенте. Почему раньше вылетал out of memory? Он вылетал из-за того, что когда мы прикрутили фред-пул, то кто-то начинает разгребать все эти буфера, и тот, кто отправляет, видит, что очень много свободного места в этих буферах, начинает стать еще быстрее. И в конечном итоге намного легче создать ситуацию, что мы придем к out of memory. На самом деле, даже на одном фреде есть все равно шанс, что рано или поздно мы бы упали. Но поскольку мы хотим максимально же использовать наши ресурсы, мы прикручиваем этот фред-пул, нам нужно это сделать, рано или поздно мы упадем на out of memory. Но с новой версией это перестало случаться. Знаете, как это пофиксили? Вчера в 3 часа ночи мы обнаружили вот такую хрень. В общем, как это все происходит и почему у нас ошибка только на клиенте? Мы написали письмо тому, кто это сделал. Мы знаем, кто это, мы знаем, кто это. И этот человек ответил нам, что мы сейчас проверим это со Стефаном, и сейчас идет разборка, зачем это сделано. То есть, может быть, есть какое-нибудь это логическое объяснение. То есть, это вряд ли сделали случайно. Все же знают, если лог убрать, то он начинает лучше работать. Но на самом деле клиент наш валится. И валится он почему? Потому что дефолтное поведение Netty, можно было даже увидеть, что на самом деле оно закрывает connection. То есть, оно пишет обычно ошибку, а потом закрывает connection, освобождая ресурсы, и мы таким образом можем продолжить работать, да даже после вот этого ООМа, что вполне нормально. И в нашем случае сервер закрывает connection, ошибка на клиенте есть, а на сервере нет, потому что ее засупресили, но это не сильно важно. Важно здесь то, что когда мы добавили потоков, наш, скажем так, наш буфер, который вычитывается из сокета, начал вычитываться быстрее, да, в 8 раз, в 8 потоков. И из-за этого TCP Backpressure стала работать хуже, потому что мы из сокета стали больше вычитывать. А когда был один поток, вычитывали медленнее, и он работал лучше, потому что мы были более медленные. Ну, это, в общем, на самом деле мотив здесь один простой, что на TCP Backpressure полагаться не очень стоит, потому что штука эта вот такая, она вообще для другого, и с вашей бизнес-логикой не связана. А посылать вы можете маленькие сообщения, большие сообщения, там очень большое количество нюансов, в которые лучше не вникать, да. И вот эта картинка хорошо иллюстрирует, как вы будете выглядеть, если будете вникать в это. Вот, мы выглядели так же. Так, это демонстрация того, что мы перевели на несколько потоков. Вот то, что мы сейчас с вам рассказали, как происходит в учитывании этого буфера, ладно, неважно. В общем, итог вот такой, да, потому что там еще больше нюансов, потому что мы, у нас Netty, да, который занимается всем этим, потому что WebFlux, и даже там много реализаций. У нас стандартная Java Neo, но вы можете подложить туда KQ, E-Pol, любую другую. Их тоже разные версии, в них тоже разные баги. Ну, в общем, буду писать на MVC, это вот такой вывод. Там такого нет. Получилась очень грустная история. Писали, писали свой стартер, вначале все было хорошо, потом мы поняли, что мы написали какой-то огромный велосипед. Сказали, ну его нахрен, давай возьмем Project React. Proof of Concept заработал, а потом у нас опять же получилось, что для того, чтобы все это по-настоящему настроить, это еще хуже, чем тот же велосипед, который мы писали сами. Поэтому мы сказали, то есть никакого у нас вот этого backpressure из коробки, это просто получился совершенно случайный сайд-эффект. Но мы же хотим backpressure. И поэтому мы решили от всего этого дела отказаться, перейти на новую реализацию, которая называется, потому что, ну да, вот у нас получилось вот так, мы начинали опять же с чистого листа и пришли к тому же самому. Поэтому у нас единственная надежда, что AirSocket нам поможет, особенно учитывая, что Spring теперь его официально как бы уже из коробки он приходит. Там на самом деле есть очень достаточно забавная история. Давай пару слов. На самом деле, про AirSocket Олег больше рассказывал, который нам уже успел помочь, так что подходите к нему, спрашивайте про AirSocket. Мы лишь скажем, что вот та штука, которую мы реализовывали в нашем стартере, когда делали мануальный backpressure, который вызывал вот эти api-шки requestn в другом сервисе. Вот по факту AirSocket, да, это штука, в которой есть некоторый протокол. И в этом протоколе вы описываете свою бизнес-логику, в которую он сам уже вмеживает различные команды. То есть он мультиплексирует передачу ваших данных с командами. Вы передаете письмо, а вам в ответ хватит, хватит. Или формально, конечно, это выглядит по-другому. Он говорит, типа, дай мне 100 писем, он дает 100 писем. Но вот эти все команды, и дай 100 писем – это не единственная команда. Там еще есть ошибки, да, можно вернуть empty, error и так далее. Все это учитывается в протоколе, и в этом протоколе есть какой-то flow control, который и обеспечивает backpressure. Соответственно, как это выглядит? Ну, у нас уже… Подожди, давай покажи сначала про версию. Там же очень прикольно. С какой версии это включено уже внутрь? С версии 5.2, да? То есть вот Spring 5.2 уже за собой тянет R-Socket. Я такое, честно говоря, видел первый раз в жизни, хотя у меня есть объяснение почему. Покажи следующий слайд. Во, как он такое? То есть последний релиз Spring Boot 2.2.0, который включает в себя Spring 5.2, он тянет за собой по факту R-Socket Core, который сейчас релиз-кандидат. Я, если честно, до этого не видел в релизах Spring Boot такого, чтобы он тянул релиз кандидата. Это достаточно неожиданно. Но, наверное, это о многом говорит, что уже на релиз-кандидате 5 они решили эту штуку себе мерзжать. Ну или просто не дождались. Ну или просто не дождались. Да, вот мы сейчас свичнулись на наш R-Socket. Что говорит о том, что никакой другой хорошей альтернативы нет. Да, как теперь это все у нас выглядит? Сейчас мы запустим, давайте пока запустим, лучше наши сервисы. Так, run dashboard, run dashboard. Наши три сервиса перекомпилим, запустим. А, не финиш, ладно. Пусть пока запускаются. Посмотрим, что изменилось. Это наш клиент, да, то есть тот, кто отправлял письма. Мы тут писали веб-клиент. Теперь вместо веб-клиента просто другой клиент. Называется R-Socket Requestor. Тоже спринговая штука. Говорит по этому роуту. Ну, я просто пробел поставил, чтобы там не маппить никак. Отправляй нам сообщение. Так, монодифер здесь не нужен, сорян. Вот такая штука. Вот такая штука. Вот такая. Вот. Соответственно, тот же самый letter flags, который у нас был, точно так же исполняется на том же экзекьюторе, точно так же логирует и меряет скорость. Ну, нет какой-то магии. Вот. Все. Все вот так вот. Все то же самое. Дальше интереснее. То есть это был клиент, а вот наш Big Brother контроллер вместо REST контроллер стал просто контроллер. Причем тот же самый спринговый обычный контроллер. А вместо post mapping стал message mapping. И вот та самая пустая строка, которая была у нас в роуте. И здесь практически тот же самый код, который у нас был. Он несколько сложнее, потому что здесь еще мы добавили отправку в следующий сервис, в агента Смита, который должен среагировать. А так вот с этого места, в принципе, здесь тот же самый код. Вот с этого места. Ну, limit rate тоже не обязательно. Вот. Вспоминаем. Да, вот он наш. Fmona, from callable, flatmap, don't request. Ну, это уже такая техническая фигня, чтобы логировать. И то же самое, вот ровно то же самое у нас реализовано в агенте Смите. И это все из коробки в спринге. Видим, что агент Смит. Да, вот все у нас запустилось. Смотрим на наш dashboard, что же произошло. Смотрите. У нас нет какой-то перегрузки. То есть самое медленное звено в нашем случае – это агент Смит. У него всего два потока, и он может обрабатывать условные 2,5 РПС. У него стоит там слип. И все остальные, они автоматически подстроились под него. Ну, к сожалению, в Печкине у нас отображается 0 из 1, но я объясню, почему и как это исправить. Если мы сейчас пойдем в наш letter-дистрибьютор, который в Печкине, и увидим, что здесь есть вот такая штука. То есть letter flags publish on. Мы можем с вами добавить такую замечательную штуку, которая говорит, он backpressure drop. И здесь можно даже что-нибудь залогировать, например. Залогируем, что мы дропнули условно. То есть по умолчанию поведение у продюсера следующее. Если он видит, что консюмер не справляется, он начинает реально замедляться сам. То есть тут-таки да, есть backpressure из коробки. Но если мы не хотим, чтобы он замедлялся, хотим, чтобы он просто выбрасывал все, что он не успевает отправить, то это делается вот очень просто. Да, ну, то есть он просто в текущем случае, он у нас не будет генерировать эти сообщения, пока его не попросят. Но добавив вот этот onbackpressure drop, так же, как и с publish on у нас было, так же, как у нас с publish on было, он сделает свой request n. И он сделает как бы максимальный letter flags, начнет генерировать ему вот эти бесконечные letter с большой скоростью, пока не упрется. Но вот этот не будет их пропускать там дальше, потому что дальше они не влезают, у него столько не просят. Он будет их дропать. Но при этом этот будет работать. Так как он у нас будет исполняться на отдельном потоке, вот здесь вот есть какой-то publish on, то вот этот поток будет все время занят. То есть здесь сейчас ноль, что он просто, ну… Слишком легко, он даже один поток не использует. Использует, но настолько редко, что в мониторинг он просто у нас не падает. Слишком мало времени проводит. Видим, что скорость у нас стабилизировалась. Везде примерно одинаковое число. А я попробую рестартанить что-нибудь. Вот это самое интересное. Да, давайте. Потому что когда мы это на J-Point показывали на арсокете, на голом арсокете, не на спринговой уже обертке, все было точно так же. Но когда мы пытались рестартануть какой-то, то у нас возникала проблема, потому что коннекшен оставался подвешенный. И когда продюсер поднимался по-новому, то он как бы не мог связаться с консюмером. И надо было консюмер тоже перезагружать. Вот видно, что на самом деле мы сейчас стартанули агента Смита. И видите, у нас здесь везде ноль. То есть сообщения в системе вообще не идут. Потому что у нас вся цепочка связана. Можно сделать так, чтобы она шла, чтобы они шли, просто потом в агента Смита, если он включался, досылались. Но просто более простой вариант сейчас. То есть вы видите в скорости какие-то цифры, потому что, опять же, там мерится среднее количество отосных сообщений за минуту, поэтому ты не можешь сразу дойти на дуля. Да, если я сейчас включу агента Смита, то снова у нас все цифры восстановятся. Я включил, он включается. Он включился, видите, сейчас у него сразу два потока заняты. И два сейчас тоже здесь будут заняты. Видите, все стабилизировалось опять. И это автоматом. То есть AirSocket нам дает вот этот backpressure и отсылку вот этих команд о том, сколько нужно писем отослать, прямо из коробки. То есть это вмежно в протокол. Это самая главная фича, которая там, если у вас большая нагруженная система, то вы этому будете радоваться, потому что в один connection вы сможете упихать достаточно много данных и не нужно будет геморроиться о том, что нужно эти connection переустанавливать. Но, как и сказал Женя, раньше у нас был голый AirSocket и выглядело это немножко, ну, чтобы вот этот reconnect вообще был, выглядело это немножко сложнее. Немножко сложнее. И как бы вот в случае с AirSocket или вовфлаксом, мы видим коз, все хорошо, но какая-то хрень, да, вот как ccp backpressure. Ты видишь баг, а он есть. В общем, не видишь баг, а он есть. Также здесь, в этом AirSocket Connect, который Олег нам помог слабать на коленке, есть тоже баг. Мы не будем говорить какой, но он есть. Благо мы его сейчас не используем. А мы надеемся сами. Тут мы обошлись без него, просто завернув все наши вот эти сообщения на самом деле в моно. То есть каждый раз мы переустанавливаем connection, когда кто-то падает. Это тоже вариант, но у него есть сайд-эффект. У нас с вами три сервиса, которые в цепочке. И предположим, печкинов у нас много, да, то есть печкин мы отмасштабировали сервис, их теперь двадцать. Каждый сервис установил connection с большим братом, посылает в него письма, а биг брат отсылает агенту Смиту. И вот в случае реализации без reconnecting AirSocket, AirSocket не может разобраться, что вы хотите получить по этому пайплайну между большим братом и агентом Смитом. И он точно так же, как делают клиенты, которые подключаются к нему, устанавливает новый connection. То есть печкин подключился к большому брату, большой брат установил новый connection с агентом Смитом, несмотря на то, что уже был connection. То есть на двадцать клиентов, которые подключились к большому брату, у нас будет двадцать коннекшенов от большого брата к агенту Смиту. Если агентов Смитов много, то как бы там уже как код напишите, но тоже, скорее всего, будет больше. С reconnecting AirSocket, если вы его нормально напишите, или ребят, которые делают AirSocket, наверное, после RC5, когда преодолеют релиз, точно будет. Наверное, поэтому не сделали, ждут нас. Все сообщения будут мультиплексироваться в один connection даже между большим братом и агентом Смитом. То есть это тоже хорошая фича, но и без нее жить можно. То есть и без нее мы с вами сегодня какой-то профит из всего этого дела вытащили. Что получается? У нас в каких-то задачах WebFlux, в принципе, будет хорош. Особенно в задачах, когда у вас есть какое-то реактивное API внутри, то есть вы взяли какой-нибудь там MongoDB, реактивный драйвер или Redis. Но при этом, если вам не нужен Backpressure, тогда как бы можно пользоваться… Если между сервисами Backpressure вам не особо важен, но вы просто хотите перейти на новый API, то это как бы нормальный вариант. Вы сразу сможете эти реактивные типы возвращать. И второе, что у вас, в принципе, под капотом сразу будет Netty, который несколько по-другому работает с connection, несколько другой профиль нагрузки, в отличие от Tomcat. То есть это тоже быстрый способ заменить одно на другое. Но, откровенно говоря, тут можно было это и раньше сделать. Вы можете возвращать и сырой тип, и в Netty это тоже будет работать за счет того, что Spring уже эту интеграцию как бы сделал. То есть это нормальный такой профиль. В каких-то задачах AirSocket тоже будет хорош, но, как мы видели, в версии у него RC5, да, есть некоторые нюансы, но потенциально это очень классная штука, которая вот проблемы такого рода решает, если они у вас есть. Это реально классно. Более того, к AirSocket есть еще AirSocket RPC, который решает там другие задачи, схожие с GRPC, например. Это тоже классная штука. Ты сейчас говоришь про AirSocket, который уже через Spring. Потому что голый AirSocket, есть смысл использовать голый AirSocket? Да. Нет, я говорю AirSocket RPC, это отдельная тема. Мы с вами использовали сначала голый AirSocket на прошлом докладе, а на этом докладе Spring зарелизил поддержку этого AirSocket в своем мессенджинге. Вот мы делали месседж-маппинг. Это как раз Spring мессенджинг с AirSocket. Эту штуку тоже можно использовать, но вот код ваш будет такой же, как у нас. То есть достаточно, не всегда его легко понять. Вот посмотрите как бы банально на код отправки. Это код, который просто отправляет. К нему нужно привыкнуть, нужно знать его особенности, нужно узнать реактор. Нельзя просто так взять и соскочить. Нужно понимать, что это функциональное программирование и так далее. Или посмотрите код контроллера, который принимает с одной стороны флакс, а с другой стороны отправляет его в код агента Смита. Тут есть share-флакс, есть еще какие-то новые сущности, реквестер для Смита и так далее. Тоже не самый очевидный код, и более того, он, как мы вот этот любим, вот этот сдвинутый. Это как бы, к этому нужно привыкнуть, и это сложно дебажить. Это основная проблема. То есть если у вас какая-то проблема в этом коде, часто его переписывают вообще как бы под ноль, потому что разобраться в этом и отдебажить сложно. Но благо у нас есть вот такая штука. Один момент. Да-да-да, сейчас закончим. Да, если мы сейчас не закончим, потом отдебажат нас. Да, потом отдебажат нас. Ну, в общем, вот это помогает. Нормальные stack trace вы имеете, делает чуть лучше. Давайте переходим к выводам. Ну, вот в Eplux, AirSocket, как бы или делать это вручную, но вот мы делали это вручную достаточно долго, делали не один подход. Мы долго плакали, долго плакали, особенно Женя. А я потом в тихаря. И, в общем, мы тут писались какие-то плюсы и минусы сравнить. Это все очень субъективно, но в целом нужно просто реально морально быть готовым к переходу на новую технологию, когда вы это делаете. И понимать, какие задачи и проблемы она реально решает. Мы постарались показать кейс, в котором это реально имело смысл. Ну, пускай немножко синтетический. Ну, а в остальном, как бы, ну, понятно, что если вы даже используете Project Reactor, это не значит, что ваше напряжение, продолжение реактивно. Потому что оно будет реактивно, да, оно будет реактивно только в том случае, если вся экосистема у вас именно такая. То есть будет бэкпрессер между сервисами, будет какой-то нормальный flow control всего этого процесса. Вы все это сделаете правильно, напишите нормальный код. Но это достаточно сложно. Ребята, у нас осталось время ровно на один вопрос. Этот вопрос я задам. Нет, нет. Я задам, я задам вопрос. Имеет смысл на следующий год сделать доклад, который будет называться практическое использование, инструкция по использованию реактора. То есть объяснить разницу между всеми вот этими методами, там ZIP, вот всеми этими нюансами. Или это как бы достаточно документацию почитать. Поднимите руку, кто считает, что такой доклад поможет, будет полезен. Ты понял, да? А вы видели хоть один такой доклад? В том-то и дело, что таких докладов нет. Все приходят, пишут флакс, монофлакс и понеслась. Никто не объясняет, как есть. Ладно, в общем, постараемся мы эту кривую обучение в следующем году преодолеть, потому что она с одной стороны вот такая, вы в какой-то момент радуетесь, а потом вот так. Ну, короче, как обычно оно и бывает. Всем спасибо. Спасибо.